Ей только 37 лет, и она вынуждена воспитывает и своего сына, и дочь скандально известной Анастасии Волочковой. Наша героиня недавно вышла замуж и счастлива в отношениях с бывшим сожителем балерины, некогда примы Большого театра. Однако с падчерицей Ариадной постоянно возникают проблемы и скандалы. Как живет Елена Николаева, воспитывая дочь Анастасии Волочковой? Ведь она сама даже не понимает, как же так получилось. В попытках наладить личную жизнь ей приходилось ежедневно отмываться от грязи, вылетая на ее семью со стороны скандальной балерины. А потом и ее дочь Ариадна скромно постучалась в двери ее уютного дома, где подрастает сын Александр от предпринимателя и экс-бойфренда Волочковой. Как Елена Николаева, которая всю жизнь мечтала о женском счастье с достойным, романтичным, верным и честным мужчиной, смогла связать свою жизнь с человеком, который играет в шуточные свадьбы с неуравновешенными дамами? Заглянем в прошлое Николаевой, чтобы раскрыть все тайны. Девочка Лена родилась в Ташкенте в семье математиков. Помимо нее в семье подрастал братик, а бабушка и дедушка всегда были для детей на первом месте. Забота, любовь, взаимопонимание – все это прививалось с самого детства всем членам семьи. А особое отношение родителей к литературе, саморазвитию и получению новых навыков и умений передались Елене. Она совсем недолго училась в первом классе, ее сразу перевели во второй. Тяга к знаниям у Лены была колоссальная, поэтому родители мечтали о блестящем будущем девочки в сфере точных наук. Когда же на дворе наступили тяжелые девяностые, семья была вынуждена переехать в Москву и попытать счастье в бизнесе. Атестат Лена получала уже в российской столице. Она сразу обозначила родителям свое намерение стать журналисткой. Не зря же она писала рассказы, сочиняла стихи, изучала классическую и профессиональную литературу, будучи еще школьницей. Но родители были категоричны. Мама Лены относилась к журналистике со скептицизмом, не веря в серьезность этой профессии. Девочка сдалась перед авторитетом родителей и успешно окончила Институт нефти и газа. Потом она скажет спасибо родителям за это образование, хоть и не работала по профессии ни дня. В студенческие годы Николаева пробовала себя в качестве модели, сотрудничая с киностудиями и рекламными агентствами, даже снимаясь в музыкальных клипах. Яркая внешность Елены тоже пошла ей на пользу, как и высшее образование. Как только заветный диплом был в руках, а мечты родителей о нем наконец сбылись, Елена пошла своим путем. Отправилась на собеседование в редакцию газеты РБК Дейли. Здесь ей пригодились полученные в Институте знания. Начитанная образованная девушка произвела впечатление на главного редактора, и ей удалось получить место корреспондента. Первый шаг на пути к мечте был сделан. Дело оставалось за малым. Не сдаваться. Она училась писать тексты профессиональным языком, с каждым днем набираясь опыта, но чего-то все же не хватало. Журналистское образование пришлось бы как никогда кстати, но его не было, а было только огромное желание. За счет него и Елены Николаевой все получилось. Вскоре стало ясно, что она на своем месте. Как только она набралась опыта, сразу решила пробовать себя на телевидении. Телеканал «Эксперт» принял Елену стажером, но через полгода она переросла эту должность и стала выходить в эфир с собственной программой. Взвалив на себя обязанности, шеф-редактор и ведущий контролировала съемки репортажей и анализировала современный бизнес, знакомя телезрителей с последними новинками. Она не спала ночами, анализируя и выбирая самые актуальные темы. Практически оказавшись на улице, она не опустила руки, а взяла перо и начала писать аналитические статьи в надежде, что кому-то это нужно. Еженедельная газета «Эксперт» с удовольствием публиковала ее уже профессиональное творчество. А потом и удача улыбнулась Николаевой. Сменился владелец телеканала РБК-ТВ и набрал новую молодую команду. В состав вошла и Николаева, как спикер новостного блока. Эрудированное, начитанное, ее разрывали на части. Вскоре она начала вести утренние эфиры на канале «Москва-24», а потом талантливую девушку переманила «Россия-1». С тех пор Елена стала основной ведущей «Утро России», беседуя в эфире с первыми лицами страны. Тогда же она и поняла, что дальше расти уже не хочет. Николаева нашла себя в этой передаче и внезапно задумалась о личной жизни, которая всегда была на втором плане. Здесь все оказалось очень печально. Елене было 32 года, а за плечами ни одного стоящего романа, ни любви, ни детей. Именно в тот момент на горизонте появился Игорь Вдовин. Многие скажут, что бывший сожитель Анастасии Волочковой далеко не пара нежной Елене, но сама телеведущая так не считает. Она разглядела в Игоре то, чего не смогли другие. Ведь бесконечные скандалы вокруг него и балерины окончательно запятнали его репутацию, как приличного жениха. Но ничто не остановило Елену на пути к счастью. Она привыкла всегда и во всем побеждать. Игорь не стал исключением. Он долго ухаживал за ней, а предложение руки и сердца состоялось лишь спустя три года отношений. Они успели хорошо узнать друг друга, а Николаева окончательно убедилась, что Игорь Вдовин совершенно не соответствует тем грязным слухам, что о нем распускает бывшая пассия. Свадьбу Вдовин решился сыграть настоящую, не в пример роскошному, фальшивому торжеству с Волочковой. А вскоре после регистрации брака Николаева объявила потрясающую новость, которой порадовались поклонники. Она ждала ребенка. На свет появился сын Александр. Николаева стала мамой в 35 лет. Возможно, Игорь Вдовин был ее последним вагоном, куда она успела заскочить. А может быть, тщательно выбирала мужчину, который полностью соответствовал бы ее представлениям. С детства Елене внушали, что семья должна быть одна и на всю жизнь. Смогла ли телеведущая оправдать свои личные принципы, время покажет. А вот Анастасия Волочкова очень обозлилась на счастливое семейство, ведь сама давно одинока, страдает от алкогольной зависимости и явных психических расстройств. Сколько же слов было сказано в адрес семьи бывшего сожителя. Она обвинила их в том, что они живут на ее деньги, которые она когда-то одолжила предпринимателю. Называла его непристойными словами, а Елену Николаеву – кошелкой. Когда же дочь Анастасия Ариадна решилась покинуть маму и переехать жить в новую семью папы, бедная балерина долго не могла простить удар в спину со стороны кровиночки. Дочь не позвала ее на школьный выпускной и даже не пожелала видеть на дне рождения. Анастасия сильно переживала по этому поводу и изливала души в социальных сетях, за что ей теперь стыдно не только перед общественностью, но и перед родной дочерью. Она старается искупить свою вину бриллиантами, дорогими подарками. Но это ли нужно сейчас взрослой и осознанной девушке? Ариадна говорит, что в новой семье царит покой и гармония. Она нашла общий язык с прекрасной Еленой, ухаживает за маленьким братиком и гуляет с любимой собакой. Елена Николаева не ожидала такого поворота событий, хоть и знала о внебрачной дочери мужа. Но теперь ее идеальная семья пополнилась дочкой Игоря, а это уже не входило в планы Николаевой. Тем не менее, она старается быть прилежной мачехой, не комментирует новости о падчерице и не реагирует на нападки Волочковой. Эта женщина действительно очень сильная. Она сама добилась всего, что сейчас имеет и будет неудивительно в итоге осознать, что вся семья держится на ее хрупких плечах. А она с достоинством носит звание не только лучшей ведущей «Утро России», но и замечательной жены, мачехи, мамы. Пожелаем умной и красивой Елене счастья и процветания на новом поприще под названием «Семья». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...